Появление каждого явителя Бога Они становились той отправной точкой, с которой открывалась новая глава в истории человечества Каждые несколько столетий на Востоке, подобно Духовному Солнцу, появлялся Божественный Посланник Кришна, Будда, Заруастр, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммед И мы должны признать, что они были наиболее мощной движущей силой воспитания человечества Бахаи верят, что настала новая эра в истории человечества С момента прихода в этот мир сразу двух божественных учителей Баба и Бахаулы И подобно тому, как Солнце в материальном мире побуждает расти и развиваться всех попавших под её лучи Их учение, являясь Солнцем Духовным, засияло над миром сердец и душ Каждый божественный учитель приносит в этот мир новый календарь Своеобразную точку отчёта наступления нового этапа в истории человечества Особое место в вере Бахаи занимают даты рождения её основателей Баба и Бахаулы И по календарю Бахаи они празднуются два дня, как двойное Рождество В глазах Бога сии два дня считаются одним, писал Бахаулы В эти два дня весь мир Бахаи отмечает рождение двух богоявленных личностей Открывших мир учения, способные объединить весь мир Баб, чьё имя переводится с персидского как «врата», родился в городе Ширас в 1819 году В возрасте 25 лет он возвестил согласно божественному повелению, что Всевышний Господь избрал его своими вратами Баб объявил себя Мехди, 12-м имамом, о котором предсказывал Мухаммед Чем вызвал враждебность со стороны духовенства и властей Но движимый божественной волей, Баб объявил себя явителем Бога Вёл новый календарь и объявил о начале новой эры Несмотря на то, что Баб никогда не претендовал на власть или богатство Всего через 6 лет после объявления Бабам о своей миссии После череды заключений, жертв и испытаний он был жестоко казнён на площади города Тибрис В основе его главных писаний красной нитью проходит идея божественного единства И возврат к духовным основам священных писаний, в частности Корана Но его главной темой была хвала тому божественному посланнику, который появится вслед за ним Он очень часто говорил о человеке, о котором писал тот, кого явит Бог Тем самым называя себя лишь вратами, через которые войдёт более великий учитель И 21 апреля 1863 года человек по имени Бахаула объявил, что он является именно тем, чьё пришествие предсказывал Баб Бахаула переводится с персидского как «Слава Господа» С самого начала объявления Бабам о своей миссии Бахаула был его верным сторонником За что два раза был заключён в тюрьму Уже после смерти Баба, по надуманному обвинению, Бахаула был заключён в темницу Сия-Ахчаль Величайшую из темниц, как впоследствии о ней напишет Бахаула Но именно в этой тюрьме на него снизошло божественное откровение, возвестившее ему о его миссии Дальнейшую жизнь Бахаула провёл в изгнании вдали от своего дома Боясь растущего влияния его учения, власти пытались сослать его как можно дальше от себя В одной из таких ссылок в саду Резван, близ Багдада, Бахаула и объявил о своей миссии Этот день до сих пор празднуется всеми Бахаи как Резван После 40 лет скитаний и мук, Бахаула покинул этот мир 29 мая 1892 года В месте под названием Бахджи, на территории современного Израиля Оставив после себя множество священных писаний и последователей Таким образом, Бахаула в точности исполнил пророчества предыдущих божьих посланников Они заложили фундамент, являющийся твёрдой основой для единения всего человечества И началом блистательной эпохи мира на земле и доброй воли между людьми Поиск истины, единство человечества, единение религий, рас, примирение религии с наукой Искоренение предрассудков и суеверий, равенство мужчин и женщин Установление справедливости и праведности, учреждение Верховного Международного Суда Единый язык, обязательное образование для всех Эти и другие принципы были изложены Бахаулой в многочисленных книгах и скрижалях Некоторые из них были адресованы монархам и правителям мира Учения Баба и Бахаулы, не имеющие себе равных по всеобъемлющему характеру и замыслу Находятся в удивительном согласии с проблемами и нуждами времени И тем бесценнее лекарства, которые принесли нам эти богоявленные личности Для исцеления этого измученного мира, освещая подобно маякам путь среди тьмы незнания и предрассудков И сегодня Бахаи празднуют не просто День Двойного Рождества Баба и Бахаулы Они празднуют рождение двух явителей Бога, которые ознаменовали собой рождение новой эры Нового мирового порядка в истории всего человечества Именно благодаря этим двум богоизбранным личностям была создана новая религия Бахаи Говорящая о единстве религий и всего человечества И этот праздник — праздник начала новой удивительной эпохи зрелости человечества В основе которого стоят две великие личности Баба и Бахаулы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok